Доброе утро, коллеги! Доброе утро! 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 без галочки желаю установить помимо этого мы указываем саму эту подсистему и нажимаем если возникает так вот но не дышим и сутки нажимаем продолжить все наши модули установлен помимо этого можно еще в этом нужно еще запустить обновление информационной базы я сохранил здесь сделать обновление базы можно двумя способами или через командную строку или через конфигуратор мне всегда проще через конфигуратор сейчас где-то сохранится и поставить параметры может быть пока сохраняется ответ на пару вопросов которые возникли самые первые это после накатки модуля база уже не типовая но вообще по сути по факту да она не типовая но с другой стороны мы наш модуль никак не влияет на типовые объекты поэтому можно спокойно обновлять новый релиз ставить но конечно если релиз очень сильно отличается от того который который стоял то тогда наш модуль может перестать работать но если наш модуль работает с каким-то новым релизом пишите нам в техподдержку или на форуме в нашу специальную тему и тогда оперативно выходит новая версия модуля которая поддерживает новый релиз но как правило такие новые релизы которые несовместимы с нашими модулями выходят очень-очень редко после последние версии модуля автоматически подтягивали новые версии нужно ли вручную обновлять модуль до пятой версии автоматически подтягивали не смотрите если вы говорите про типовой 1с да он автоматически обновлялся т.е. выходит там конфигурация но наши модуля отдельно и в автоматическом режиме никак не не устанавливается и раньше не устанавливался Так, у нас там еще забежается, нет уже. Вернемся, да? Еще минуту, да, я на последний перегрузился. Давай, на последний вопрос. При периодическом обмене пропадают картинки из папки. Из-за чего может быть? Ну, я на самом деле не могу, это может быть из-за чего угодно, но напишите, что в техподдержку будем смотреть. Ну, вообще, папка upload, так понимаю, это на сайте. Вопрос, для чего они там на сайте, потому что механизм картинок переделан, и картинки загружаются только один раз. То есть, вначале, при первом обмене загружаются все картинки, а потом только новые или измененные. И, само собой, если эта папка какая-то, ну, хранимая, ну, которая просто хранится в файлах обмена, то тогда, как бы, один раз обмен сделался, картинки появились, потом в следующем обмене это все затерлось, и там только новые картинки. Ну, я не знаю, это лучше в техподдержку спросить и у разработчиков, которые вот именно делали обмен со стороны буса. Так, вот у меня модуль накатился, теперь нужно сделать обновление базы данных. Для этого мы заходим в администрирование. Так. Нет, в сервис, в параметры. Так, запуск 1С, 10 параметров запуска. Укажем этот параметр, ну, укажем только один раз. После этого мы снимем, чтобы при каждом запуске с инфигуратором не запускалось обновление. И после этого запускаем 1С. Какое здесь обновление, надо будет, по идее, должно быть быстро. Расскажу, чем отличается обновление с 5-й версии, ой, с 0-я, 5-й версии, или которая идет с 4-й версии. А если мы ставим, если у нас стояла 4-й версии, и ставим 5-ю, то обновление идет точно так же, как установка нового модуля. Точно так же указывается подсистема, точно так же указывается объект подсистемы, сама подсистема. Единственная разница лишь в том, что, когда если у нас стояла версия 4.1, то нужно запускать обработку перехода на версии 5. Обработка лежит там же, где и сам модуль. Я вам в самом начале это показывал. Этот обработка нужен для того, чтобы сконвертировала настройки узлов обмена, которые были в версии 4.1, остались в версии 4.5. Потому что там мялась сама структура. Слана обмена, в котором он сохранил, там сквозит, убирали. То есть надо. Если же хотите, мучками потом это все переуказать, то можно и не запускать. Это просто как-то для удобства. У нас есть здесь парочка новых вопросов про версию. То есть все эти действия, которые сейчас производятся, актуальны для версии 1.8.2 управления торговлей 11 версии? На самом деле это делаю сейчас на УТ 11 торговле, но это 8.3 последних релиз. Если вы имеете в виду 8.2, то у нас уже нет конфигурации под 8.2, потому что 8.2 это довольно-таки старая конфигурация. И у нас модуль, скорее всего, под нее не выйдет. Но 8.2 это очень старая. Так, ну, все. Вот у нас все установилось. После этого у нас появился здесь раздел 1S Bittrex. Он появился только в пятой версии. И здесь есть пункты меню. Перейти на форму интеграции. При нажатии на этот пункт вы переходите, у вас открывается браузер с переходом на форму интеграции, где сидят разработчики, в том числе я и на которые могут ответить на какие-нибудь вопросы или оперативно помочь с какими-то ошибками или другими вопросами. Импорт товара с интернет-магазина. Это обработка, которая позволяет загружать товары с сайта. Посмотреть индификаторы 1S Bittrex. Здесь можно посмотреть все индификаторы. Пришел с сайта заказ или пришел с сайта товар. У него есть специальный индификатор, который хранится на сайте. Ее нужно для того, чтобы делать сопоставление. Находить по этому индификатору товар в 1S Bittrex. Здесь можно посмотреть. Версия модуля обновить. С помощью этого нажатия. Здесь можно узнать, установлена ли у вас последняя версия. А если не последняя, то вылезет с отрицающие окошко, в котором будет отображено, что вы можете скачать какую-то версию и какие-то изменения в этой версии. В данном случае у меня стоит самая последняя версия, поэтому у меня окошко не вылезло, а просто сообщение, что у меня стоит последняя версия. Открыть документацию. При нажатии на это открывается бараузер со страницы, на которой написано документация. Там документация, насколько мне известно, есть и на пятую версию, и на четвертую версию, и на более старой версии. То есть там вообще вся сложная документация по модулю и также по работе с сайтом. А посмотреть вебинары по интеграции, как раз-таки при переходе на эту ссылку будет открыться страница, с которой мы всеми проводим вебинарами по 1С. В том числе, скорее всего, будет и вебинар, который проведен и был сегодня. А по пункту настройки обмена с интеграцией магазинов, здесь как раз-таки создаются настройки. Ну, в том случае здесь как бы можно создать настройки, можно выполнить обмен, посмотреть регистрированные изменения, там, блок посмотреть, создать настройки в режиме реального времени, это здесь только для файловой базы 11, и запустить обмен в режиме реального времени. Давайте создадим настройку. Изначально мы будем выгружать товары. Мы будем выгружать его на сайт. Обязательно требуется создать каталог лога. В данном случае в ней будут храниться информации по обмену, по обмену, то есть как бы ошибки или там этапы. Так, проверим соединение. Так, соединение у нас успешно установлено. Так, и сразу... Так, в данном случае сейчас мы будем выгружать, ну, только товары посмотрим, и сделаем у нас контроль изменения, будем выгружать только изменения. А пункт есть настройки версионности. В данном случае я его выполнять не буду, но есть такое понятие версионность элементов. То есть, если вы товар выгрузили из 1С на сайт, он на сайте появился. Но если в 1С после этот товар не меняли, то только в повторной полной выгрузке этот товар у нас не будет обменен, потому что версия элемента у него осталась прежней. Поэтому, если же вы хотите повторную выгрузку товаров сделать, чтобы он обязательно обновился, без изменения самого товара в 1С, вам нужно поставить эту галочку напротив товаров, тогда версия всегда будет уникальная для товара, она будет срабатывать и затираться. Или сделать принудительно полную выгрузку данных. В этом случае тоже всегда товар будет уникальный, плюс в товар будут принудительно выгружены все картинки. А так у нас картинка выгружается только новая или измененная. Так, мы выгружаем мы только информацию о номенклатуре, настраиваем ее. На этом окне мы указываем, как у нас будет называться каталог. Но создадим два каталога, это определенная группа. В данном случае мы здесь укажем конкретную группу, которая у нас выгрузится. В данном случае у нас выгрузится годовая техника. И сделаем свой каталог, в котором у нас будет дерево групп. Дерево групп – это такой функционал, который позволяет задать свою структуру каталогов, которые выгрузятся на сайт. Отлично это выгружается. В данном случае можно делать так, чтобы один товар принадлежал двум группам. В одиннадцатом, допустим, это нельзя сделать, потому что товар может приближать только одному родителю в группе. Но с помощью этого функционала можно сделать так, чтобы принадлежал двум, трём, четырём. Давайте мы назовем… У нас будет одна группа бытовая техника, а другая будет… Так, сюда мы указываем бытовую технику, а сюда мы указываем бытовую технику и ещё обувь. В данном случае у нас бытовая техника будет в двух группах. Так, настроили. Дальше. Настроим отбор. В данном случае имеет смысл у нас вгружать отбор по складам. Допустим, у нас будет склад только центральный. И ещё по соглашению. Поставим в списке и укажем конкретные соглашения, какие у нас должны быть. Скажем мы типовое соглашение. Вот это, допустим. Важно, по поводу соглашений. Соглашения у нас, если даже указали соглашение, типы виды цен, которые будут в соглашении, чтобы взялось вид цены с типового соглашения, то есть у него должно быть обязательно, заполнить вид цены, из которого будет браться. Сегмент клиентов не должен быть заполнен, потому что сегмент клиентов означает, что для конкретных клиентов, а у нас, она считается, что для всех клиентов. Помимо этого, должна стоять галочка «Доступно внешним пользователям». Эта галочка может не всегда быть скрыта. Иногда в правильной торговле есть так называемые функциональные опции, которые включают и изучают этот или иной тип функционального. И если этой галочки нет, то нужно зайти в настройки 1С и поставить, если не помню, без меня это синхронизация клиентов, а синхронизация данных вроде бы. Если будет стоять этот настройок, то тогда включится доступ к внешним пользователям. Ну, как бы, типовые соглашения могут быть тоже, могут быть, отображаться. Но в данном случае тоже этот настройок настраивается. Так, мы указались так. Ну, и для другого каталога то же самое. Сделаем. Кстати, в 10.3, который вышел в модуль Абена, там тоже появилась возможность для разных инфоблоков одну настройку указывать разные отборы. Раньше там общую была. Переходим на вкладку товара. Здесь у нас можно установить, какие поля относятся к каким... Какие данные должны убежаться, какие поля в файлах.смф. Здесь есть предопределенные какие-то поля. В данном случае в пятом версии появился вес нет, вес брута. Мне очень многие просили, чтобы можно было убежать там разные веса. Некоторым нужно вес нет, а некоторым нужно вес брута. А некоторым нужно, чтобы он написан в одиннадцатом килограммах, а нужно, чтобы он убежался в граммах. В данном случае... А, некоторые просили, чтобы еще и объем, высота, ширина, глубина было. В пятой версии появился такой функционал. Если вес нету, у нас он берется с карточки товара, то без брута и объем, и параметры берутся из упаковки. Упаковка берется... Смотрится база внец измерения, из нее берется упаковка, из этой упаковки берутся эти параметры. То есть можно делать так, что у нас тут вес выгружается, вес нет, а можно делать так, чтобы хочу, чтобы был убежался вес брута. Тогда будет убежаться вес брута. Помимо этого, помимо предопределенных значений, можно здесь еще указывать конкретные значения. Например, я хочу, чтобы у меня наименование... Нет, не наименование, в описании, убежалось не только описание, но еще, например, код товара. Поэтому я пишу. Ремкорректность? Во. Нет. Я же не помню, как это пишет реквизит. Делаем этот код плюс наименование. Корректность? А в данном случае ошибки нет. И в этом случае у нас что получится? В этом... У нас в описании будет выгружаться код и через дефис будет наименование. В данном случае, как бы через точку ноденклатуры получается, что можно выгружать строковое значение любого реквизита. Даже в какой-нибудь пользовательской сфере какой-нибудь есть. И, кстати, помимо этого, еще можно использовать другие функции, например, это функция, которая сокращает пробелы слева и справа. Вот, типа В1, проверяем. И тогда он будет автоматически проверять пробелы и вырезать. Дополнительные реквизиты. Реквизиты можно записать. Здесь у нас выгружается полное номинование и код. Можно еще какое-нибудь дополнительное. Создать свое, и оно тоже выгрузится. И количество товаров в пакете. По умолчанию стоит тысяча, но можно поставить там по сто. Теперь переходим на предложение. В предложениях здесь всякие настройки. Как бы они по смыслу, то, что здесь написано, то они означают. Если на момент, с чего у людей возникает вопрос, это выгружать науклатуру как предложение. Объясняю, что это такое. Допустим, у нас есть товар, у которого есть характеристики. Если галочка стоять не будет, то тогда у нас в предложении будут только характеристики. Но если эта галочка стоять будет, то тогда предложение будет как характеристики, так и сам товар. Некоторым это нужно, чтобы выгружался в предложении, чтобы выгружался этот сам товар. Вгружать комплектующие, это означает то, что будут выгружаться комплектующие товары, но они из одиннадцати выгружаются, но ГУС пока еще не выгружается. По свойствам. Что у нас тут добавилось? У нас появилась полноценная возможность выгрузки пакетных свойств. В данном случае получается так, что у нас свойства будут выгружаться по 50 в каждом файле. Вообще, в четвертой версии выгрузка свойств была очень низкая место, и если в базе свойств было очень много, несколько тысяч, то тогда могла возникать ошибка недостаточной памяти. В данном случае мы постарались эти ошибки выйти из этой проблемы и сделали полноценную выгрузку свойств пакетом. То есть, у нас не сразу будет выгружаться несколько тысяч свойств, а будет выгружаться по 50. Что здесь появилось? Появилась кнопка заполнить использование свойств по умолчанию. При нажатии на этой кнопке то у нас будет смотреться весь выгружаемый товар. товар. Так, продолжим. Небольшие сбои. Кто-то подключился к нам еще. По помощи этой кнопки мы говорим следующий. Смотрится весь выгружаемый товар и если выгружаемые свойства где-либо используются в этом товаре, то тогда будет сниматься флажок не выгружать свойств товаров. Если же где-то в характеристиках то тогда будет сниматься здесь. Я сейчас нажал и здесь те свойства которые используются у них флажок снятый. Угружать остатки тут можно по складам по резервам в принципе там ничего сложного нет. Так, ну выгрузку товаров как бы настроили давайте мы сделаем обмен. А и еще для примера тут конечно в демо базе проблема в том что картинок нет. Давайте мы для товара моего любимого товара которого тестируем я терминатон оффлайн. Добавим какую-нибудь картинку. Добавилась картинка и сейчас делаем обмен. выполнять обмен. Можно вопросов подключать. Да, вопросиков у нас очень много. Ну первый есть лог истории изменений версий. Что нового, что измененного. Да, смотрите сейчас как раз выбался обмен. Я вам константу изменю чтобы появилось это окошко с версией или а нет сделаю покажу какая именно лог. Ну лог сейчас можно посмотреть тогда когда вышла новая версия. просят показать как все это выглядит в 10 торговле так как большая часть клиентов работает в ней. На самом деле тоже раньше думал что в 10 будет 10 на самом деле сейчас больше сидят уже в 11 потихоньку потихоньку все умирает. Следующий вебинар кстати посмотрим может как раз таки будет 10 версии нужно как бы обсуждать смотреть может будет. Так как возможно выгрузить параметры контрагентов например контрагента привязан к тип цен хочется его увидеть на сайте что можешь подсказать по этому вопросу? Контрагенты у нас выгружаются но нельзя к нему привязать тип цены сейчас. Конечно если же допилить буз то тип цены выгружать через пользовательские справочники допустим выгружать контрагент и как-то буз допилить чуть-чуть и тогда все возможно но в таком сейчас нельзя там тип цены и контрагент сразу выгружать. Еще вот здесь говорят что перешли на пятую версию обмена но раздел один из битрикс в панели разделов нет. А может скорее всего вы забыли указать по систему битрикс если ее не указывают то всегда раздел не появится никогда. Скорее всего дело в этом. Тут еще вопрос если я не хочу выгружать поля как их удалить из настройки? Какие поля? Уточните пожалуйста какие именно поля вы имеете ввиду? Так выгружается ли в 10 2 22 склады информация по складам? 10 2 22 я на самом деле не знаю у нас модуля сейчас такого пятой версии и четвертой версии на 10 2 22 нету сейчас уже у нас 10 3 стандарт с тем более стандартными тут еще спрашивают случай если тип будет не строка свалится для обмен данными смотря где ну как бы если в выгрузке полей то скорее всего он ну надо смотреть я не могу сказать скорее всего даже и не свалится потому что там у нас идет функция xml строка которая если это не строка то он комплектирует но скорее всего будет не строковое значение ссылки а просто идентификатор ссылки поэтому он не подойдет скорее всего еще подскажи как выгрузить описание в анонс свое описание свое описание но так ну смотрите описание если я память не путаю то описание выгружается у нас из полной наименования здесь указ каком-то свое значение или свой реквизит тогда туда будет в анонс выгружаться это вроде бы вроде бы полной виноват туда в анонс уходит так про указание нескольких параметров в описании где можно синтаксис таких комбинаций вообще синтаксис это стандартный язык 1с то есть в данном случае при выгрузке краски смотрится строка она конвертируется в язык 1с и в 1с как получается такую всю эту строку в данном случае это кусок кода 1с а номенклатура это получается что ссылка на самом конкретном выгружаемый товар а вот дальше после точки это идет название реквизита в самой конфигурации так у тебя там еще был флажок влияет на цену а как это воспринимается со стороны битвикса кстати да мы тоже многие спрашивают в данном случае бывает такое что свойство в 1с строковое но нужно чтобы оно выгружалось в бус как как справочное то есть как бы там значение было потому что справочное списочное значение оно может в зависимости от какого-то параметра может влиять на цену и если будет стоять этот флажок то тогда строковое свойство 1с строковое свойство при выгрузке будет конвертироваться в справочное свойство будет вбираться весь массив строковых значений и этот строковый массив будет преобразовываться в список вот вопросов много вопросов очень много на самом деле вопрос поскольку стресса смотрит за вопрос вопрос у нас там уже закончилось так вот у нас если закончилось итого у нас выгрузилась два инфоблока определенная группа и если как и еще два а вот это счет охраняющие предложения определенная группа если каталог пакет предложения если посмотреть здесь как бы уже стукоте вот что надо есть такой нюанс что если мы указаны определенную группу в первом случае у нас выгрузилась одна группа со всей иерархии а если мы выгружаем после группы мы указали конкретную группу то в этой группе будет весь товар то есть там не выгружается подразделы этой группы выгружается только сам товар но в данном случае посмотрим на мой любимый товар выгрузится нему цены или нет в данном случае так у нас идет обмен изменениями но когда мы создаем настройку всегда первый обмен успешный обмен он всегда полный выгруз подвозь так картинка у него появилась так если посмотреть то у нас но реквизиты свой с так как товар у нас как выглядит сам теперь посмотрим на обувь пропали снимал не вижу предложение смотрим так вопросы пока посмотрим что у нас тут так давайте вернемся к вопросам если добавилось новое свойство нужно ли будет его вручную проставить в обмене по умолчанию новое свойство оно будет добавляться всем товаром если нужно его исключить то тогда нужно снимать так еще такой вопрос нам нужно чтобы продажи из 1с через кассы также попадали в бус возможно ли это чеки м а продажи тоже что ли а у слова них попадают сразу можно знать возможно у нас есть заказы сейчас позже покажу посмотреть почему тут но алиэк пока Так, ты пока запускаешь заново, можно тебе еще вопросики, да? Да, задавайте вопросы. Можно ли сначала создать базу в 1С Битрикс, а потом перенести этот каталог в 1С? Можно, но нужно будет потом эти товары все немножко подкорректировать, потому что выгружается не в очень таком, в самом красивом виде. Как в описаниях или анонсах сделать активные ссылки? В смысле активные ссылки? Ссылки на что с этим? Уточните, пожалуйста, ссылки на что вы хотите сделать. Так, просит показать подробнее, как выгрузить в анонс свое описание с заведением нового реквизита. Ладно, сейчас обмена у нас не было, давайте сделаем. Так, добавим... Ну, блин, тут, конечно, непросто. Ладно. Добавим реквизит. Слово описание, делаем... Длиннадцатом. Конечно, в данном случае есть, как сейчас я делаю, на случай типовых обновлениях, но эта информация может затереться. Вот, реквизит. Ты нам рассказывай, что ты там делаешь? В данном случае я хочу добавить реквизит на форму. Вот, свое описание. В данном случае я добавил свой реквизит, который будет... А, еще, тут мы задавали вопрос по поводу... Посмотреть историю изменений. Тоже все сделаем. Но, чтобы потом больше в конфигуратор это не лезть. Делаем 5.04. Так вот, у нас версия стоит не самая последняя. Ну и... Так. Еще вопросиков, да? Так и не поняли про флаг влияет на цену. В одиннадцатом свойства может быть разных типов. В том числе и строковое. Если у нас по умолчанию выгружается свойство, то у нас выгружается в бут как строка. Если стоит флаг, то тогда у нас выгружается не как строка, а как список. То есть, ты не сможешь там указать свое значение, но ты можешь выбрать из определенного списка значений какое-то определенное значение. Все правильно. И товар, естественно, будет тоже тип, свойство не строковое, а списочное. Тут как раз тоже про свойства. Модуль обмена 4.05.2. Вопрос очень большой. Если в одиннадцатом установить какое-нибудь свойство товара, которое на сайте имеет тип список. Например, рекомендуем сделать обмен сайтом, а на сайте у этого товара устанавливается соответствующее свойство. Затем в одиннадцатом очистить это свойство, сделать обмен сайтом. У этого товара свойство уже не снимается. Так должно быть или можно что-то предпринять? Так, еще раз. То есть указали свойства, которые... Смотрите, в данном случае как раз таки это та же самая версионность. Если вы поменяли свойства, не сохраняя сам товар, не изменяя его. То есть как бы учишься обработку, делая это очень актуально для 10.3, то тогда... Да, может быть такая ситуация, что свойства... Блин, это было снять. Тогда да, может быть такое, что... Как бы свойство обновилось, но в товаре оно не появилось. У нас, в чем нужно поставить краски напротив присоеденности, флажок напротив товара, тогда у вас товар понудительно обновится, версия у него будет всегда уникальная и тогда свойства значения обновится. Еще тут уже столкнулись проблемы. При выгрузке из 1С картинки выгружаются частично, не для всех товаров. Они выгружаются только для новых товаров и для измененных. То, что если хочешь, чтобы картинки повторно все выгрузились, то есть кнопка «Понудительное полное обновление», находится там сферу по новой форме, при нажатии на этой кнопке все картинки выгрузятся. Мы это сделаем для того, потому что, как правило, когда выгружаются, допустим, данные из 1С, из которых там гигабайт информации, из которых там 960 мегабайт картинки, большинство из которых они уже были ранее отправлены. Поэтому мы как бы, по тому счету, мы оптимизировали. Выгружаются только новые и измененные картинки. Еще просят рассказать поподробнее про описание дерева групп и как оно соотносится с видами номенклатуры. С видами номенклатуры? В данном случае, наверное, сферу по пизме это никак не сносится. То есть там указывается только справа конкретно товары, слева любая структура, которую вы сами зададите. Это могут быть виды групп, это может быть еще что-то быть. Но конкретно по видам групп, мне кажется, что там не изменяет, то там настраивается. Еще тоже проблема. Как быть, если было добавлено новое свойство к товару, оно выгрузилось в буст, но на сайте в карточке товара оно не отображается? Можно посмотреть сами файлы XML, есть ли там это свойство. Выгружается ли вообще это свойство? Ну, как бы, смотрим сначала в XML. В XML есть, если есть свойство, это и просто описание самого свойства и свойства в товаре, то значит, что проблема в бусте. Если нет, то значит, что-то он не выгружается. А если в 1С есть база и в Bittrex есть база, как лучше организовать обмен, не потеряв данные и в 1С, и в Bittrex? Ну, смотри, в данном случае, что вам нужно сделать? Вам нужно для каждого товара, как сделать сопоставление товаров, ну, если эти товары есть и в 1С, и в Bittrex, то вам нужно делать сопоставление товаров в 1С. То есть, поставить идентификаторы. Идентификаторы ставятся на форме, посмотрите, идентификаторы. Здесь указываются конкретно справочники, здесь указывается номенклатура, и для товаров указываются определенные код Bittrex. Можно, конечно, это как-то выгрузить товары из сайтов в 1С, ну, не в 1С, а в 1С, а в обработку в XML взять по наименованию, пропарсить. Можно и так. Но, в данном случае, если нужно поставить поставление, чтобы этот товар не дублировался. Так, а сейчас версия модуля в нейт. Вот появилась модуля в пятном версии, как раз таки мне пишется, какая у меня версия, какая рекомендуемая, и как раз таки показаны все версии, которые были, и показаны все изменения, которые там были. Допустим, 5.0.1 Вот, пустово, вот, там изменения. Вот, а, ну, мы пустово, дело. Так, у нас товары сами не изменились, а нам уже новые данные. Ну, оставим здесь флажок. Для товаров. Мы в описании выгружаем свое. Допустим, этот вид у нас называется свое описание. ошибка. вот а теперь в описании будет гружаться только свой описание для примера дойдем саму номенклатуру аспирс поискове описание т.к. давали свои описания так смотрю у нас так обысковка изменений но так мы повторно будем делать полную обыску то мы поставим флажок упаласть полную обыску принудительно это ставится в среда по умолчанию когда создается новый выдел обмена я поставлю можно было сделать просто полную выгрузку сделать, но я хочу изменить и делаем обмен данных скорее всего у меня не выгрузилось предложение из-за того что я поставил неправильные отборы по соглашениям и по угрожаемому типам центов сейчас у нас дело настолько что если цена товара не угрожает то тогда у меня нет предложения пока делается выгрузка давайте на вопрос еще подключаем давайте вопрос формирования ссылки битриксом для товара на сайте возможно ее формирование только первый раз выгрузки а далее при любых изменениях номенклатуре оставлять ну именно старые ссылки ну вообще как бы это вопрос я смотрю а именно в целом настройки бусов можно указать все настройки чтобы ссылки не менялись тут еще просят продемонстрировать не добавление нового реквизита а новое свойство с последующей выгрузкой в бус я так понимаю она уже выгружается но свойство в данном случае свойство типа механизм как бы добавляется свойство добавляется как бы там сложность есть еще вопрос про свойство у складов 1С такой свойство как приоритет свойства складов у нас не выгружаются вот и приоритет никак не учитывается так понятно в анонсе или в полном описании на сайте нужно сделать ссылки на другие товары чтобы при выгрузке это вот как раз точнее по ссылкам видимо чтобы при выгрузке были ссылки и еще какие можно делать классы для стилей на сайте но это вообще скорее не вопрос уже ни к нашему модулю с нашему модулю ни как-то ссылки не много нельзя сделать и еще такой вопрос на сайт выгружается все свойства не только для номенклатуры например свойства контрагентов не выгружается только свойства товаров только свойства товаров задают несколько раз вопрос будет ли доступна запись этого вебинара да запись обязательно будет саш тебе вопрос можно ли отключить загрузку картинок но оставить включенную загрузку свойств можно это мистика ну вопрос про ссылку тут опять уточняют это про символьный код который формируется на основе названия товара ну я понял что такая ссылка и со стороны с 1С я никак это не смогу потому что он формируется на стороне гуся и если дойдется гусь к кому-то делать обработчик который бы автоматически представлялся так еще скажи мне можно ли картинки сайта выгрузить в 1С только основное другие нельзя ну вот говорят что в четвертой версии по факту выгружается не только свойства номенклатуры это уже исправлено? что выгружается? смотри в данном случае в бусе можно указать свойства номенклатуры все что любое свойство вообще поэтому как бы там нельзя было указать что выгружать только свойства номенклатуры в 10 и 3 УТшки можно есть конкретное назначение свойств для товаров и для характеристик в УТшке 11 там можно любой свойств поэтому как бы все делается с помощью отборов или дополнительных настройки свойств с этими галочками у нас пока новые вопросы закончились да я только хочу вопрос чему-то не выгружайте сами или я просто туплю посмотреть если делать загрузку товаров с сайта в 1С тогда выгружаются только активные позиции активные ну вообще сайт выгружается насколько память заменяют все товары инфоблок ну тут еще уточнение по складам правильно ли понимаешь что при попадании счета на количество товаров обратно из битрикс24 в 1С там произведется уже корректное разбиение и выборка по складам или в битрикс24 это произойдет и приоритет не учтется я так понимаю это уже у нас интеграция с битрикс24 по счетам у меня что-то вопрос таки не помню вообще склады как бы там или свой поставляет целей по определенному свойству но но никак ну как это все в настройках и свойств это все в настройках и свойств так ну давай тогда продолжим еще по вопросам по свойствам кто-то уточняет к примеру в 1С у товаров 20 свойств на сайт нужно только 5 как выгрузить только нужные свойства ну в данном случае можно настройки по отбору здесь есть отбор по свойствам как раз есть указать там все свойства которые нужны ну это самый простой способ а в новом модуле произошли изменения по статусам заказа точнее их соответствие между бусом и 1С вообще как бы он в четвертой версии был статусом но сейчас просто до этого не дошли еще позже сделаем вообще тут мистика и цены выгружаются и все и остатки так давайте сейчас посмотрим может у меня не отображается посмотрим делаем заказ какой в очень страны и весь хотя в так соглашение даже скорее всего у меня у меня у меня не не перезаписался Ну, я думаю, не страшно. Давай пойдем дальше, не будем останавливаться уже. В данном случае я создал заказ с одним племенным товаром, и товар у нас пришел из 1С. В данном случае для начала мы сделаем настройку обмена на документы. И здесь разные настройки есть. Про оффлайн-заказы чуть позже расскажу, хотя... Можем показать сразу? Да, сразу, потому что мы с товарами завозюкались. С типом цен, конечно, получилось очень интересно. Ставим выгружать оффлайн-заказы и ставим точку актуальности. Точка актуальности – тот момент, с которого выгружаются все заказы. Ну, оффлайновые заказы и в том числе заказы, которые идут подмену. В данном случае эта настройка нужна для оптимизации. Если база очень большая, например, перебирать все заказы за несколько лет – это очень долго. Ну, это просто имеет смысл точку актуальности брать, там, вгружать все документы оффлайн или онлайн в последний месяц, допустим. В данном случае это существенно так ускоряет предмет. В данном случае мы поставим 2014 год. Флажок не регистрировать документы, он означает следующее. Если у нас заказ пришел из сайта в 1С, то если мы на сайте его обновили, то в 1С уже повторно не обновится. Так, поставим флажок загрузку оплаты вместе с заказами. В данном случае в пятой версии модуля обмена мы доработали загрузку оплаты. Сейчас помимо ПКО можно создавать еще операцию по платежной карте. То есть, операция или тот, или тот, в зависимости, если заказ оплачен на сайте. Но поставим операцию по платежной карте. Если документы есть скидка, это означает, что если в заказе есть скидка, то при загрузке сверяется цена итоговая, с ценой начальной и по ней по форме вычитывается ручная скидка, какая была предназначена и устанавливается в документе как ручная. Так, загрузка оплаты вместе с заказами. Флажок можно поставить, но в данном случае из буса пока ничего не выгружается. Так, снизу можно поставить отборы. Допустим, нужно, чтобы заказы с одной организации угрожались на один сайт, с другого на другой сайт. То есть можно указать, что отбор по этой организации угрожается. Ну, указать отбор и отбор по организации, то тогда будет заказы по определенной организации на конкретный сайт. Дополнительные настройки при загрузке. В данном случае указывается, что если у нас новый товар, который был создан на сайте и попал в один ску вместе с заказом, то тогда у нас будет создан новый товар и будут в нем поставить. Если это товар, то тогда видны, которые поставятся. Если услуга, то это. Давайте в молчании поставим товар. Так, определенные значения. Если будут считать эти значения контрагента соглашения, то тогда, если пришел заказ сайта, в котором контрагент является физическим лицом, то тогда, вне зависимости от того, новый это контрагент или нет, будет всегда поставляться указанный контрагент, указанное соглашение. Причина отмены заказа – это причина отмены, которая будет указана в заказе, если заказ на сайте отменен. А снизу как раз-таки у нас есть соответствие статусов заказа, которые у меня там где-то спрашивали. Или на сайте вчера тоже спрашивали. В данном случае давайте мы их заполним. То есть здесь кнопка «Загрузить сайта», мы загрузим с сайта статуса. И здесь как раз-таки на сайте есть три статуса. «Оплачен», «Формируется», «Выполнен». И здесь мы укажем, что этот у нас на согласовании, этот у нас к выполнению, этот у нас, допустим, закрыт. И соответствие по платежным кассам. Загрузим. Я использовал Яндекс.Деньги. Как раз-таки фарингер-терминал у нас будет такой. Касса. Такая. Это значит, что если, например, у нас пришел заказ платежной системы Яндекс.Деньги, то на ПК будет устанавливаться касса вот этого. А если операция платежной карты, то туда будет акварельный терминал. То есть можно, в зависимости от платежной кассы, поставить разные данные. Так. На этой вкладке идет настройка загрузки контрагентов. Здесь указывается, нужно ли обновлять контрагентов в шейшем сайта, поставлять ли FIVO в полное наименование. То есть, если у нас есть лицо, и у него приходят фамилия, имя, отчество, то как наименование. Как суммировать фамилию, имя, отчество или просто как название в поле XML стесающего. Ну, и также тут указывается соответствие адресов контрагентов. Можно указать в какой вид контактной информации, в какой вид контактной информации, в какой вид с этих полей XML. То есть для педических лиц и для юридических лиц. Оно разное. Еще очень важно, что появилось, ну, в пятой версии, ну, появилось, конечно, для 1.100.1 версии 4.1, а в 5 версии появилось, настолько загружаемое, настолько загружаемое дополнительное. Здесь указывается, как должны заполняться те или иные загружаемые заказы. Допустим, берем заказ клиента. Хотим, чтобы у нас указывалась конкретная организация. Мы здесь указываем, что заказ клиента у нас уже поставляется организация торговый дом комплексный, допустим. Можно сказать, чтобы партнер всегда принудительно определенно загружался. Можно указать, что, в таком случае, если из поля XML документа, это значит, что по алгоритму, которые заложены в нашем модуле, будут поставляться в партнер. В данном случае он будет браться с поля XML и смотреться, если там поддержку какой-то контратент. Если нет, то задавать новый и его поставлять. А соглашение тоже тут поставим. Допустим, типовое тоже. Склад, склад, он может браться как из поля XML, так и с войск документа. Свой документ вообще очень такой интересный функционал, который позволяет вообще любое значение подставлять в данный реквизит. В данном случае мы создаем в заказе свойства определенные. Назваем его, допустим, склад. И заполняем его какое-то названием склада. Мы можем указать это свойство списочное и значение списка, название складов. А здесь как раз указать склад. Тогда в данном случае при загрузке заказа у нас будет смотреться свойство. Если есть свойство склад, то тогда будет искаться в реквизите склад по наименованию. И если будет найден склад по наименованию, который заказал свойство, тогда этот склад подставится. То есть здесь автоматом смотрится какой-то реквизит, какой тип. В зависимости от типа он начинает перебирать все значения этого справочника. В данном случае он может быть как по наименованию, так по ИД. В каком-то вебинаре я об этом очень подробно рассказывал, но так у нас тут время идет. Если успеем, то я дополнительно расскажу. Если успеем, то нет. В данном случае склад поставим тоже фиксированное значение, потому что в XML у нас склад не выгружается. Ну, в данном случае сейчас можно, конечно, сделать, как обосновлено. Так, можно, конечно, выгружать, чтобы это был пункт раздачи, или как это так называется. Но в данном случае у меня не настроенный. Поэтому у меня выгружается склад вообще только один центральный. Поэтому я укажу, чтобы у меня центральный склад всегда и поставлялся. Так. Налоговложение у нас берется из документа XML, но на самом деле он берется из соглашения. Цена включит НДС, она берется из документа. Кстати, не всегда в XML указано. Указывается это НДС. Если же база была настроена некорректно в самом бусе, или там у вас тип цены не настроен, то эта галочка может не выгружаться. И если она не выгружается, то тогда цена получает НДС, ставить центральный ложь, и тогда НДС будет сверху считаться. В данном случае, если я память изменяю, то у меня НДС сейчас не настроен, поэтому я фиксирую значение, ставлю, что истинно. И тогда у меня, ну, для меня всегда будет анализ так, что НДС, она пришла с НДС, и ничего там больше другого не надо. И еще настроим дополнительно вкладку товара. В данном случае здесь меня интересует дата отгрузки. Дата отгрузки, кстати, здесь можно поставить какое-то конкретное значение или с какого-то поля свойства, дополнительное поля свойства, но вообще у меня дата отгрузки, я поставлю дату сайта, где все это настройки. Вообще, как бы, можно какой-то дополнительный поля с НДС брать. Ой, с сайта. Вот. Но я это поставлю для того, чтобы заказ, можно сразу пунктически проводить. Потому что здесь я делаю, проводить неоперативно, чтобы заказ проходил с сайта и сразу проводился. И так же я поставил операцию платежной карты, настроим операцию тоже. Поставим ту же саму организацию. Варень, куминал. Но тут просьба больше ничего не надо настраивать. Шипровки тоже. А, ну, допустим, тоже проводить неоперативно. Ну, вроде как мы здесь настроили. Ну, вообще есть еще можно ПКОшку настроить, дополнительно заказ. Так, ну, теперь делаем обмен. Вопросы есть тут? Нет? Да, вопросы есть, конечно. Так. Здесь у тебя там что-то. Нет, у меня будет обмен, можно подавать. Обмен, кто? Да, не успели. Так. А посмотрите, у нас в Касси выбрались об-флайн заказы. Вот эти вот сеть заказы, это оффлайн. они пришли они были начали созданные на но один раз не будет но помолчая не выгружать для того что они выгружались нужно зайти в настройки интеграция и поставить следующий флажок заказа есть сквозь новые заказы и контрагента а если флажок зуб стоять то тогда и если мы выгружаем из одиннадцати контрагентов или заказа которых первоначально не было суббот гуси то когда не будет субботник но приставить о поддам в тассу вот так как он не оплачен я думаю так вот остатка товара Но у нас у него не стоит НДС. Он провел сюда. А, цена. Просто она так и не поставляется здесь. Нам по ценам тут подсказывают. Тепловом соглашении проставлено евро. Возможно, беда в этом по ценам. Да, тут может быть. Можешь создать, кстати, по-моему, соглашение, цену установить. Может быть, долго. Так, давайте на вопрос пока отвечу. А я пока сейчас сделаю цену. Давай. Вопрос по поводу обмена между несколькими магазинами. Если будет несколько магазинов, выгружать остатки по своим складам, как будут формироваться заказы и списываться товары в битриксе при оформлении заказа через сайт. Так, несколько магазинов. То есть несколько копий 1С. Выгружать остатки по своим складам. Смотри, сейчас несколько копий 1С. В общем, каждый магазин должен быть свой инфоблок. Соответственно, остатки будут у каждого инфоблока своим. Так, тут жалуются на звук. Скажите, пожалуйста, у нас слышно? Возможно, какие-то проблемы с сетью. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы нас слышите. Так, плюсиков нет. Ну, какой у нас не слышно. Так, вот связь вроде появилась. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы нас слышите. Не делаю ничего. Так, картинку видят. Теперь услышат. Да, все хорошо. Можем продолжать. Спасибо. 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 Так, еще такой вопрос, Саш. Сейчас есть возможность сделать сайт главным хранилищем данных и выгружать в 1С необходимые данные. Есть ли такая возможность? То есть, сайт сделать главным хранилищем и выгружать в 1С необходимые данные. Или, как раньше, 1С была главная и дальше... 1С главная. На самом деле тут... Если сайт может просто сходить в данные, то 1С это учетная система и там... При обмене в 1С сайта был загружен заказ. Далее в 1С был изменен состав заказа. Ну, или какие-либо свойства заказа. 1С передает эти изменения в Bittrex? Да, передает изменения. На счет новых товаров, допустим, я, кажется, не уверен. Потому что, допустим, если их нет, на самом бусе это могут возникнуть проблемы. Но если, например, изменить количество или изменить цену, или убрать какую-нибудь позицию товара, то тогда должно обновиться. И тут же второй вопрос. Как отправить письмо с изменениями по заказу покупателям из Bittrex? Наверное, больше вопрос уже не по 1С. Ну, да, я тут... Как у нас настраивается? Еще вопрос по настройке соответствия шапки документа. Возможно ли сделать так, чтобы, например, если в XML есть партнер, то вставал он, а иначе какой-нибудь определенный. То есть настраивать шапку документа. Ну, по умолчанию еще так никак не сделать, но всегда можно там доработать. Какой именно признак оплаты стоит на сайте? Статус. Скидник оплаты. Там есть документ оплаченный или нет? Сейчас настроим. Настроим, покажем, да? Да, покажем. Что-то как-то... Вчера все работало. Так, снова коллеги говорят, что звук пропадает. Вы нам, пожалуйста, пишите, если вы не видите или не слышите. В крайнем случае попробуем переподключиться. Возможно, у нас что-то с сетью. Ладно. Так, появился звук? Нет? Да, сейчас вроде слышат, да, звук говорят есть. Ладно. С этими ценами, конечно, какая-то мистика, я там разберусь. Вот. С документами. У нас появился документ. Конечно... Слезы у него нет. Ну, все проблемы с редакцией. Так, он... Пусть у нас согласование. Теперь мы на сайте берем этот заказ и сделаем, что мы оплачем. как раз таки вот флажок того, что он заказ оплачен. Ставим, что у нас Яндекс.Деньги и сохраняем. Делаем обмен документами. В данном случае, если посмотреть... У нас офлайн-заказы выгружаются, поэтому так. Долго. Может быть, у нас пока идет, давай немножко вопросов. Изменение заказа. Как регистрировать потом? В смысле изменения заказа регистрировать потом? Вообще, как бы заказы... Если вы говорите только изменения, то заказ выгружается только измененно. В данном случае изменился заказ, он выгрузится. Или изменился отгрузка этого заказа, заказ изменился. Изменился... Создали, допустим, оплату заказа. Этот заказ, на который мы оплачивали, тоже загрузился и он в следующий раз обмен выгрузится. В бусе есть накопительные скидки. Как их выгрузить в 1С? В 1С они сейчас не выгружаются, но в бут пока не выгружаются. Сейчас разработчики занимаются этим вопросом, чтобы накопительные скидки... Там вообще все скидки выгружаются по правилам. Там очень большой пласт работы. Так, снова он жалуется на звук. Давай немножко погромче говорить, нас плохо слышат. Хорошо. Так, заказ, что он создался. Сейчас смотрим. Декларированную операцию. Вот она тоже создалась, но у нас она не просто, потому что нас ответственно не подставили. И номер карты. Все, у нас экварная операция создалась. О, кстати, у нас она подцепилась, кстати, обновилась. И это хорошо. Так. И, получается, тоже эту сумму. Вообще, по идее, сейчас получается, что заказ у нас полностью оплачен. Если его изменить, то флажок, то, что он оплачен, не изменится. Но в данном случае есть эксперт. Так, как у нас этой услуги раньше не было создана, она как бы создалась, нужно поставить ставку SDS. То есть, она единоразовая операция, вот эта. Ну, что потом она автоматически представлялась у нас в процентах. Так. Так, в данном случае у нас, смотрите, статус на согласование. Так как мы настраивали там соответствие, то давайте посмотрим, если мы изменим здесь статус на… А плачет формируется как правду. Сейчас нас не слышно, надо громче у нас со звуком проблемы. Так. Сейчас делаем обмен, посмотрим, изменится ли у нас состояние. Заказ у нас не изменится. Потому что у нас такой механизм есть. То есть, если у нас есть связанные документы у заказа, то тогда заказ не изменится. Там, что здесь на блоге написано, что у заказа клиента есть ссылки в других документах. В данном случае у нас на документе есть экварионная операция. Поэтому документ этот будет пропущен. То есть, это такая штука вот реализована. В дальнейшем, кстати, возможно, у нас сейчас как раз таки переделается функционал вообще заказов в буте. И будет немножко переделана загрузка документов. И, скорее всего, это ограничение будет снято. Потому что оно и сейчас немножечко и частенько как бы мешает. А если у нас будет с разделением заказов, то там могут быть разные проблемы за это. Поэтому, возможно, поменяется. Но это еще что-то вопрос. Можно еще подумать все за и против. Поэтому давайте заказуем новый заказ. Так. Хорошо. 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 Так. Вот мы создаем заказ. А, и поменяем красный статус. Принтинг. Вот. И сделаем обмен. просто. Даже немножко другой процесс. Простили. Сын. 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 Ну все. Держим. Не даешь нам совсем на вопросы по отвечанию. Ну, вот так. Видите, статус другой у этого заказа. Если это завязывается вносование, этот готов к отгрузке. Первый заказ, он у нас оплачен, давайте мы его отгрузим. То есть нажимаем в выполнение, заполнить обеспечение, заполнить, проводим и делаем основание него, реализацию товара. Здесь указываем подразделение. Вообще, это можно делать, чтобы он при загрузке заказов в заказе подразделения поставлялся. Но, как я это не настроил, поэтому не нужны ручки ему указывать. Заказ мы сделали. И делаем синхронизацию. По идее, если мы делаем все правильно. Тут должно поменяться, доставка разрешена. Нет. Нет. Неправильно. А. Еще такой момент. Продажи, когда мало того, что нужно сделать документ продажи. Нужно еще статус поменять. Не как грузки. Реализован. Плюс, самый факт того, что мы отгрузили товар. Так, вопросы. Давайте. Перейдем к вопросам. Просто показать множественную привязку товаров в бус к разным папкам при выгрузке из 1С. А, кстати, я с самого начала показывал, как это сделать. То есть, у меня в данном случае бытовая техника выгрузилась в двух разных группах. Бытовая техника и своя группа. Как это так называется. Тогда можно будет потом посмотреть запись, если пропустили этот момент. Посмотреть, как это делается. Что там? Открытие документа. Он не провелся. Он не провелся, потому что там номер счета не было. Номер карты и не стоял ответственный. В данном случае можно сделать так, чтобы при… Ну, вообще на сайте нет такого понятия, как номер карты. Можно сделать настройки соответствий, указать конкретно фиксированное значение, допустим. И указать какое-то определенное ответственное. И тогда он будет в автоматическом режиме проводиться. То есть, как бы все это настраивается. Здесь еще вопрос про формирование ссылки для товара на сайте. Возможно, ее формирование только первый раз в выгрузке отдали при любых изменениях, в момент которой оставлять именно ссылки старым и более неменятелым. Вопрос повторяется, да? У нас был похожий. Ну, я понял. Вообще, на самом деле, это должны были поправить. Может, опять сломали, но с этим вопросом лучше в техподдержку обратитесь. И разработчик, который занимается именно загрузкой в бурсы, он посмотрит. То есть, если что, поправит. А для украинской конфигурации Т3.0 пойдет загрузка или нужно допиливать будет? Для украинской это не подойдет, потому что там есть небольшая специфика, но модули для украинских КУТ скоро выйдут. Так, секунду. Вот заказ, кстати, стыд достаточно разрешена. То есть, в данном случае, он отгружен. Вот. То есть, все работает. И статус тут. Спрашивают, а что за статус заказа реализовано? Ты сейчас менял статус. Ну вот. Вообще, это типовой функционал управленной торговли. Это статус. К отгрузке реализовано. Когда статус реализован, то значит, что отгрузка отгружена. Ну, как бы реализация существована. К отгрузке это просто подготовка. Ну, вообще, если можно почитать в документации по управленной торговле, так как раз и должно быть все написано. Что значит этот статус. Но, пока не стыд реализовано, то факта отгрузки нет. Так же про украинскую спрашиваю. Да, смотри, в данном случае, 5.003 она была точно такая же, как и наша 5.003. В данном случае, конечно, да, в 5.005 появились некоторые изменения. Но таких критичных изменений, как бы, не помню, есть ли какие-то или нет. Что, может быть, она и не сильны такие ошибки. Так же уточняют про регистрацию изменения заказа. Например, в УТ-10.3 есть документ о корректировке заказов. Можно ли подобный инструмент применять? Основной заказ не трогать и видеть изменения менеджером заказа. Хороший вопрос. Просто как его привязать к корректировке заказа? Это вот непонятно. Если вы думаете какой-нибудь бизнес-процесс, напишите там на нашем сайте идеи, то, кстати, может быть... Кстати, вот еще вопрос есть по структуре подчиненности. Вот наш заказ, который у нас был. Посмотрим, как структуре подчиненности этого заказа. Если посмотреть, то у нас как раз в нем будет сам заказ, оплата по нему и отгрузка по нему. И именно эти два документа как раз влияют на флаг отгрузки и оплата. Вот. Дальше. Кстати, даже если посмотреть по рекламной операции, то у нас как раз таки стоит терминал тот, который указан для... Ну, для указанной вы доплаты. Вот. Вот. Так, еще... Давайте делаем... Даже не с нуля, даже сделаем копирование. обмен не заказами, а выделаем выгрузку контрагентов. И... Ну, вот. Контрагентов есть все... также есть такие же настройки и для загрузки, и... также есть отборы. И в этом случае здесь можно указать какие контрагенты должны выгружаться. То есть, можно, чтобы все выгружались, а может быть, там, с определенной папки выгружались, или вообще просто определенный. Вот, а вот мы выгружаем, пусть все выгружаются, и делаем выгрузку пользовательского справочника. В данном случае здесь можно указать любой справочник 1С. 1s. В данном случае давайте мы будем вставлять с использованием пользователя, я ни разу не выгружал, и будем в него выгружать наименование, физическое лицо, выгружать, но выгружать виское лицо как строкой. То есть, если мы просто выгружаем, то выгружается идентификатор его. А если вы выгружаетесь как строка, то тогда он будет выгружаться не как идентификатор, а строка. А, ну вот, все. Детерация у нас будет только выгружена. А нет, у нас флажок этот не стоит, а это стоит тогда, пусть только будет изменено, но в первый раз у нас выгружатся все. Так, и сделаем обмен. Вопросы можно есть? Ну, у нас тут спрашивают про запись опять же. Запись обязательно будет, она будет выложена на сайте. Кроме того, вот как Саша сначала показывал, в новом интерфейсе у вас будет ссылочка на вебинары, перейдя по которым вы сможете просмотреть все предыдущие вебинары, ну и конечно этот. Расписание будущих вебинаров, пока точного расписания нет, то есть собираем фидбэк, да, и проводим какой-то вебинар, когда набираем какое-то количество вопросов. Так, если посмотреть, то у нас обновим страничку. Выгрузится хайлот справочник пользователь. Вообще здесь можно выгружать любой хайлот на павлок. Ну, наскучение, наверное, номенклатура, единственное измерение, потому что они используются в других назначениях, поэтому, как бы, скорее всего, они не выгрузятся. И если они выгружаются, то у нас номенование выгрузится и физическое лицо. При загрузке XML там все конвертируется, но наименование в английский язык, чтобы потом можно было с этим работать. И сейчас посмотрим пользователей. В данном случае у нас пришли пользователи. То есть в данном случае логин у нас автоматически сформировался, а e-mail тоже. То есть в данном случае, если e-mail приходит с 1С, то он поставляется, если не приходится, то он автоматически поставляется. И вот выгрузились фамилии, имя, имя, отчество. Их много выгрузилось. Вот. И потом этих контрагентов, пользователей, их можно сконвертировать в B24 и с ними потом работать. Ну и флэн заказы тоже. Мы тоже спрашивали, тоже выгрузили. Вот. Что? Будем показывать. Саш, ты нам уточни пока, на какую версию УТ показывается вебинар? Вебинар указывается на версии, сейчас покажу. Конечно, не самый последний, на УТ 11.11, здесь 131. Как бы наш модуль на версии, как бы тестировался на версии 138. Как бы вообще, как правило, все модули обмена, если меняется только последняя цифра, там 131, 138, если только они меняются, то, как правило, модуль обмена не сломается, он будет работать на всех таких релизах. Вот. Так. Так. Ну, в общем, в принципе, как бы по плану все показали. Здесь не только моменты, что, конечно, с ценами не разобрались, но я посмотрю, но, скорее всего, там что-то или с валютой, или с идентификаторами. Вот что такое интересное. Первый раз мы такое встречаем на вебинарах. Ну, бывает ничего страшного. Давайте тогда переключимся на вопросы, ответим, на которые не успели ответить в завершение. Саша, тут был интересный вопрос, мы его с тобой пропустили. Почему бы не использовать при настройке дерева групп отборы? Так. Я думаю, это вопрос такой на подумать. Ну, вообще, на самом деле, отборы конкретной группы, конечно, можно, но это сделать непросто, совсем непросто. И, знаете, просто тут бывает такая штука, что дерево групп будет очень-очень большая, и если для каждой определенной группы делать, там, вы сказали, что там настройку, отбор, то тогда, я не знаю, если там будет столп этих настройок, то я не знаю, как себя будет вести сама форма. То есть, как бы, значит, это надо подумать. Для маленьких, там, дерево подойдет, но, как бы, для больших, я не знаю. Ничего не могу, надо смотреть, тестировать по производительности формы. Ну, вообще, идея интересная. Так, еще спрашивают, где почитать о работе BUS с BITREX24, не совсем по нашему вебинару, но прочитать всю информацию вы можете на нашем сайте в учебном курсе. Собственно, там курс постоянно обновляется, там можно узнать всю информацию. Спрашивают, показывали выгрузку цен на сайт. Сайты в 1С цены перешли, а из 1С после изменения на сайт новые цены не выгрузились. То есть, первоначально была выгрузка данных из сайта, но нужно смотреть, на самом деле, почему они не выгрузились. Нужно посмотреть, когда идет выгрузка товаров из сайта в 1С, то, конечно, создается документ с ценой номенклатуры, и нужно посмотреть, проведен этот документ, не проведен. Если он не проведен, то тогда цены не выгрузятся точно. Потому что, если он не проведен, то тогда в регистре соединения цены номенклатуры не будет никаких записей, и, соответственно, ничего не выгрузится. Там еще говорят, в обмене 5.002 для торговли 10.3 на закладке «Свойства» нет галочки «Не выгружать свойства товаров». А в обмене для УТ есть? Ну, для 10.3 там есть такое понятие «Назначение свойств». Там можно конкретно узнать, что это свойство для товаров, это свойство для предложения. Поэтому эти галочки «Выгружать не выгружать» их нет. Выгружаются только те, которые нужны, и дополнительно это все регулируется только на уровне отборов. Но для самого инфоблока там общие. А для конкретных товаров там такого нет. Тут вот нам напоминают о том, что в названии вебинара была речь о режиме реального времени. Давай покажем с тобой. Покажем, но сейчас покажем. У нас время есть. Ну, вот у нас, к примеру, есть документ. Обе документы и... И стоит, что у нас... Так, буквально заказывать мы уже не будем. Мы уже их показали. Поставим. И поставим флажок «Используйте в режиме реального времени». Вот, все. Подписает 11. Так, мы поставили флажок. Теперь настраиваем расписание, когда у нас это расписание должно выполняться. Допустим, дата начала... Мы для примера покажем, что с такой-то по такой-то дату у нас будет выполняться каждый день. А, нет. Каждый день. И вновь у нас прямо... Восьми на ноль, да. Двадцати на ноль. Вот. После этого мы запускаем режим реального времени. Мы его запустили. Если сейчас посмотреть активный пользователь, то, по идее, должен появиться... Новый активный пользователь. Фоновое задание. Как раз таки, это фоновое задание есть. Наш реалтайм, который постоянно подключается к 1С, к сайту и ждет заказа или изменения заказа. В данном случае давайте мы создадим новый заказ. У меня их выбирает заказ, в котором есть остаток. Демо-база, и тут непонятно. Демо-база, и тут непонятно. Все, сделали заказ. Смотрим теперь само 1С. Заказом. Вообще вот он заказ. Уже появился. Уже появился. Тысяча рублей, да, 30. То есть практически мгновенно он попадает. Вот тут есть реализованный реалтайм. Он работает только со стороны сайта. То есть на сайте мы сделали заказ или отредактировали заказ, он туда сразу попадает в 1С. Можно, конечно, сделать так, чтобы вместе с заказами обновлялись, допустим, то есть сделали заказ на сайте, и у нас автоматически вместе с заказами обновились остатки. на сайте. Можно сделать так. Так, а смена статусов заказа происходит по старой схеме в новом модуле? Так, а какая была старая схема? Вообще, тут мне обещали, сказали, что реализовали. Просто еще, я смотрел, обновление не ушло, которое у меня стоит. Стабильное. Там появилась возможность обмениваться со статусами заказа в обе стороны. вебинара. То есть, как со стороны бус, чтобы в 1С кем менялась текстность, и сделать так, чтобы со стороны 1С кем менялась бус. То есть, на строке появится новый флажок, установив который, статус будет регулироваться только со стороны 1С. вебинара. Вот так. Я спрашиваю, есть ли записи вебинаров по настройке буса? Со стороны буса настройки какие-то? На самом деле, я не знаю. Может и есть. Я просто не помню. Может и наши первые вебинары, которые были, как раз там еще и настройки смотрели. Так. Ну, мы можем вернуться к предыдущим вопросам, потому что несколько пропустили, когда показывали выгрузку товаров, документов. Если походил повторную грузку товаров, может какая-то ценность продолжения появится. Коллеги хотели бы увидеть весь путь заказа на сайте в 1С. То есть, на каких этапах изменение статусов происходит, в каком виде. Сделан заказ, выгружен в 1С, заказ покупателя провели, поправили и так далее. То есть, показать полный сценарий. Вообще, сценариев может быть масса. В данном случае, в настройках Boost можно указать, какие… То есть, нужно ли менять статус, если документ оплачен, нужно ли менять статус, если документ отгружен. Вот этот статус. Можно, конечно, сделать оплату, чтобы… Можно оплачивать, как бы ставить флажок, чтобы она была оплачена на сайте, потом в 1С подал уже с оплатой. То есть, как бы сценариев очень-очень много, на самом деле, с этими заказами. То есть, как бы тут не один их, а тут такая целая ветка, там, наверное, может 5, наверное. Не знаю. Спрашивают, можно ли будет сделать так, просмотреть запись, а потом позадавать вопросы. Конечно, в записи вы не сможете, прям там нет комментариев, да, позадавать вопросы, но можно обратиться на форуме. Да, кстати, вот, есть ссылочка, перейти на форум. Как раз-таки здесь переходится форум по разделам. Тут даже вот я вот есть, отвечаю. В интеграции здесь как раз люди задают вопросы, и на которые я стараюсь оперативно или другие там пользователи форумчане тоже ответят на вопросы. То есть, быстро из интерфейса 1С вы сможете перейти и позадавать вопросы, если они будут. Да, то есть, там есть ссылка, то есть, не надо спрашивать, где этот форум, что это. Нажимается и все. Еще у тебя спрашивают, как выгружать промокоды сайта и учитывать их в 1С. Никак, они никак не выгружаются сейчас. Так, а можно ли продемонстрировать варианты выгрузки с флагом влияет на цену? Видимо, хотят посмотреть, влияет на цену и не влияет. Я, кстати, сейчас показать не могу, потому что для этого нужно готовить базу. Я вообще взял демо-базу, из которой сейчас страдаю, у меня вообще не цена не выгружается, потому что база настроена не совсем оптимально для выгрузки на сайт. А для этого нужно создавать новое свойство, нужно указывать его тип строка и выгружать. Хотя, конечно, я не знаю, можно, кажется, попытаться. Время есть или нет. Так, нет у нас. Как выгружать свойства из 1С в бус? Ну вот, давайте сейчас как раз таки про влиять на цену и посмотрим. Пытаемся сделать свойство новое строковое, показать его нескольким товарам разным. Вот у нас есть вид номенклатуры электротовара. Добавим сюда новое свойство. Как раз тут есть вопрос, просят показать, добавить новое свойство, заполнить его и выгрузить в бус. Я думаю, мы как раз все три вопроса продемонстрируем. Да, продемонстрируем. Заходим в вид номенклатуры, делаем его, добавляем новые дополнительные реки для номенклатуры, указываем строковое. Это просто строковое свойство. И ставим его в тип значения строка. Указываем строку. Делали мы, для этого виде номенклатуры электротовара, сделали конкретное свойство. Сейчас, конечно, его не появится. Переоткроем этот товар. Вот у нас появилось свойство новое у товара. Зовем его строка 1. И откроем другой вентилятор. Зовем его строка 2. То есть мы сделали, у нас есть свойство строковое и сделали в нем две разные записи. Потом у строка 1, строка 2. Записали. Теперь мы сделаем выгрузку товаров. Вообще сейчас сделали, мы уже сделали механизм, что у нас свойства могут выгружаться отдельно. Поэтому давайте выгрузим свойства отдельно. основание выгрузки товаров. Нет, не сделаем мы отдельно. Потому что при создании у нас затирается каталог. Просто это долго настраивать. Вот он. Конечно, да, можно сделать разное. Но у нас при создании, при копировании у нас каталог инфоблоков, он затирается. Поэтому, чтобы не тратить время, я очень не сталкиваться с копированием. и просто отредактирую эту настройку. Выгрузим свойства. Тут по идее должно... Найти это свойство. Вот, строковое значение, строковое свойство, оно появилось. А, ставим иголочек, но влияет на цену. Хотя, поставим везде вот это. Потому что у нас свойство, что оно обновилось. Поэтому товары тоже нужно выгружать. Тут еще спрашивают, как выгружать производителей. Может быть, ты по ходу сценария подскажешь. Производители? Да. Ну, вообще, мне кажется, запутываюсь. В одной исправлении торговли, или в 10.3, или в 11, есть стандартное поле производителей. Вот оно у нас выгружается. А если его в УТ-11 нет, значит, он не выгружается. И вот, честно, вот, сейчас. Давайте сделаем выгрузки, зайду в товары и посмотрю, выгружается ли в этом. Ну, вообще, как бы, в одной из 11 выгружается. Так, ну, делаем выгрузку. Дальше. Видимо. Мама тут подсказывала, что в УТ-11-1 есть производитель. Ну, вот тогда, значит, он там выгружается. Я вот... Все этого не помню. Все это тонкости. А, ну, вот есть. Значит, он должен выгружаться. Вот, то есть. Все это же посмотрим на товары. На товары. Идея выгрузилась. Производитель. Да. Там было поле. Нет, вот сейчас. Смотрю, у нас он выгрузился. На сайт перенюдился. На сайте. Нет, у нас на сайте не выгрузился. Не смотрю, что у нас быстро выгрузка происходит. У нас на сайте не вышла. Нас локально сейчас выгрузилась. Так. Ну, здесь еще спрашивали, можно ли добавить новый реквизит, символьный код в 1С и потом его выгружать, загружать в бусы из буса. Символьный код. Ну, критически можно, но в данном случае его не просто заполнять, он должен быть ручками заполнять и как бы это мало кто этим будет пользоваться на самом деле. Это просто неудобно. Тут вот говорят, что обмен в режиме реального времени из 1С на сайт реализовать сейчас нельзя. Смотрите, на случай мы об этом очень много думали и спорили. На самом деле, я думаю, что мало кому это надо. Допустим, вы сделали товар, ну, создали товар в 1С и сколько вы будете ждать, например, по времени, то есть вы записываете его и он должен отправиться в реальном времени на сайт. Он, как минимум, будет, наверное, секунд 5-7-10 отправляться. Вы готовы ждать 10 секунд при записи одного товара, чтобы он отправился на сайт? Или что делать с товаром, если, допустим, пропала связь интернет? Вот этот товар записать не сможет, он в реальном времени не будет передаваться. В данном случае не получается обмен в реальном времени. Поэтому, если вы хотите, чтобы товар оперативно обновлялся из 1С на сайт, то сделать периодический обмен, который обменен только изменениями в определенном заданном периоде, например, раз в 10 минут. И будет у вас каждые 10 минут обновляться только новое. В данном случае полноценный, как через разные механизмы, он вообще не нужен. Он не жизнеспособен каковой. Сергей задает вопрос. Переходим с УТ-10.3 на УТ-11.1. Достаточно ли будет указать внешний код каталога товаров, чтобы товары при обмене нашли друг друга? Смотрите, если у вас, как вы будете переходить, если у вас товары, ну, база будет новая, если у вас идентификаторы товара другие, то у вас товары задублируются. Если же вы просто берете, обновляете с 10.3 на 11, то тогда, в принципе, да, достаточно только идентификаторы каталога указать, что у товаров идентификаторы останутся все прежними. Вот, Дмитрий, про предыдущий вопрос обмена. Больше интересует в реальном времени обмен информацией 1С и с Bitrix24, а не с бусом. А, Bitrix24 вообще, реально, даже такого вроде бы нет. А может, есть, кстати… Пока не сделано, но на самом деле мы планируем доработки в этом направлении, да. То есть, обмен с Bitrix24 будет обязательно доработан и усовершенствован. Так, ну что у нас? Да, вот. Процесс завершен. Не молчи, Саша. Скажи, что ты смотришь. Что-то у нас не получилось. Так, свойство у нас выглядело, но почему-то у нас значение этих свойств. Надо смотреть. Ну, я вообще посмотрю в чём. В чём момент. Может быть, качество и сломалось. Так, сами свойства. Есть производитель. Смотри, производитель. Смотри, стоит. У нас выглядело. У нас выглядело. При производителе, как раз таки, стоит 100, который стоял. То есть, он выгружается. 10 и 3, значит, не выгружается. Про строковые свойства. Ну, с этим проверим. Я посмотрю. Может быть, что-то там сломалось, но, по идее, это должны быть два значения строковые. Если это сломано, то я посмотрю, и в следующем обновлении будет поправлено. Так, ну, вопросов… Так, есть, появился один ещё вопрос. Строковое свойство на сайте стало списком? Да. Вот именно в этом и заключается то, что он стал списком, чтобы могло влиять на цену. Ну, значений почему-то нет, он смотрит в шифры. Так, ну, вопросов у нас больше нет. Наверное, будем закругляться. Да-да. Наверное. Коллеги, ответьте нам, пожалуйста, был ли вам полезен наш вебинар сегодняшний? Написать свой ответ вы можете на вкладку «Questions». Больше ответов на вопросы были полезны? Ну да, как правило, всегда так происходит, то есть, больше полезны именно ответы. Если у вас ещё остались вопросы, на какие-то мы не успели ответить, пожалуйста, переходите на форум, общайтесь. Саша с радостью поможет вам решить ваши вопросы, ответить. Ну, всё, наверное, закругляемся, да. Ещё хотела бы сказать, что помимо форума вы также можете оставлять свои идеи на сайте идей, идея1sbitex.ru, где продакт-менеджер Юрий Волошин мониторит все идеи, и самые интересные, самые нужные, конечно, будут реализованы. Ну, всё, всего доброго, до встречи. Спасибо. Спасибо.